Особое мнение на 101FM Накануне суд вынес приговор экс-главе администрации Илье Шульгину и экс-руководителю управления дорожной и парковой инфраструктуры Виктору Ешутинову в отношении Шульгина приговор 3 года условно, в отношении Ешутинова 2 года условно, прочитав эти строки, я подумал, так легко отделались Как-то в последнее время решение суда как-то больше все в пользу реальных сроков, ну я имею ввиду бывших руководителей и так далее Но я читал у вас небольшой комментарий, данные изданию Ньюслер, ну вы как-то, мне показалось, порадовались за экс-главу администрации Ну не то, что порадовались, но не стали нагнетать обстановку Как оцениваете этот приговор? Знаете, приговоры суда, наверное, обсуждать такое дело не очень благодарны Наверное, суд что-то ссылался, вынося такие приговоры Но я думаю, что основное это все-таки то, что Шульгин является догодетным отцом Наверное, это учитывалось Второе, я считаю, что это из-за того, что первая судимость и один эпизод И если будут какие-то еще эпизоды, то, естественно, уже тогда условный приговор наверняка превратится в реальный срок Вот как раз ваш коллега, да, Владимир Журавлев, коллега по городской думе, уверен, что Вернее, он заявил накануне, что еще четыре эпизода в отношении Шульгина находятся в следствии Ну не знаю, невозможно сейчас проверить эти данные, это только следователям известно, конечно Ну я, честно говоря, об этом не знаю, но то, что есть вопросы к его деятельности То, что происходило, конечно, они безусловно есть Да сколько их оценит там следствие Есть ли там какие-то составы, ну это мы, как говорится, увидим Вот, поэтому сейчас только, не знаю, подождать, наверное, и ждать каких-то новых самоэпизодов А ваше личное отношение к Илье Шульгину, как к руководителю администрации Ушел он со своей должности в начале 2020 года, то есть уже два с половиной года прошло Насколько помню, вы высказывались о нем, как, ну, были зачатки, так скажем, мягко говоря, грамотного руководства города Ну, вы знаете, после Быкова он был единогласно поддержан, после быковского руководства города, вот тех глав администрации, которые были при нем Поэтому все депутаты его поддерживали, когда его утверждали, его поддержали единогласно, в отличие от Осипова Осипова, я напомню, что два раза его не утверждали Они согласовывали Сначала комиссия, потом сама депутату Шульгина, подобного не было Ну и какое-то старание, какой-то, так скажем, азарт что-то сделать у него, безусловно, был Вот, то, что так получилось, ну, вот, например, по этому эпизоду я считаю, что Ишутинов, что Шульгин Быстрее всего, выгода приобретателей от этих камер, это мое предположение Я считаю, что не они, а какое-то, наверное, вышестоящее руководство, которое, в принципе, наверное, им дало указание это подписать Это, опять же, мои предположения Вот, поэтому, наверное, суд в том числе и это учел, потому что они не были взяты с какими-то там поличными взятками, там, прочими Не нашли у них этот 21 миллион рублей, которые фигурировали в деле Ну да, то есть, поэтому я думаю, что это далеко не их история, просто они оказались, ну, видимо, вот, желание быть главой администрации оказалось больше и пошли вот на такие истории, как это То, что... Кстати, а вину ведь они так и не признали Я думаю, что... Что вы делите, и при этом условный срок Ну, я думаю, что суд в том числе вот это учел, потому что, действительно, как бы тут, на мой взгляд, очень такая история Ну, не совсем То есть, безусловно, есть очень много вопросов Есть вопросы по ГДМС, которые там были в то время, да, по строительству дороги в чистых прудах, которая была недостроена там какой-то питерской организацией Есть вопросы по энергосервисному контракту, который, на мой взгляд, для города абсолютно, ну, как бы... Это замена уличных светильников, по-моему, да То есть, мы же прекрасно видим, что у нас светлее не стало Просто далеко к этому занимаются Да, и, как бы, это вполне мог сделать, на мой взгляд, и на мнение многих депутатов Мог сделать гор-электросеть, например, будет цепальное предприятие, заниматься этим и обслуживать И эту систему развивать, да, уличного освещения В дальнейшем перейти, может, к подсветке там зданий и прочее, прочее Но, тем не менее, было решение отдать, вот, на мой взгляд, не очень понятная история Вот, поэтому вопросы, безусловно, есть Но, там, если, там, за этим какая-то выгода у Шульгина, да То есть, получал ли он какие-то там, скажем, от этого, там, не знаю, бонусы, взятки и прочее Ну, это уже дело следствия, я думаю, что... Все время покажет, да? Заинтересуются еще правоохранительные органы этой личностью Или этот приговор, он и останется в силе Ну, в любом случае, это неправдательный приговор В любом случае, это судимость В любом случае, у прокуратуры есть шанс, там, обжаловать этот приговор Если они с чем-то будут не согласны Потому что изначально они запрашивали пять лет, я так понимаю, колонию общего режима Поэтому, я думаю, что это еще далеко не точка Это еще только начало, наверное Ну, и хотелось бы еще обсудить еще одно судебное решение Которое состоялось в прошлом месяце, 22 июня Кировский областной суд освободил из-под стражи экс-главу города Кирота Владимира Быкова Которую мы сейчас уже упомянули Апелляцию, как известно, подавала там и сторона защиты, и прокуратура В общем, дело направлено на дополнительное следствие И будет возвращено в суд первой инстанции Ну, многие с удивлением, конечно, и разочарованием восприняли эту новость А ваши ощущения? Я не думаю, что здесь... Напоминаю, что в марте к восьми годам строгого режима Владимир Быков был приговорен Да, я не думаю, что здесь должно быть какое-то разочарование Здесь, мне кажется, та же история, как у всей этой бандочки электронного проездного Которых сначала там освободили, а потом всех дружно закрыли Там за... уже после... там... Так же у них такая же история, один в один была То есть отправлено на дополнительное расследование То есть здесь... я думаю, что это, наверное, логично Потому что он не оправдан по этим эпизодам Отправлено на дополнительное расследование Видимо, связано в том числе с Парком Победы, как я предполагаю С тем, что, ну, например, Ефаркин, который покупал этот парк, он сидит Землю Землю, да, в парке он сидит А кто, в принципе, был в то время и кто мог к этому содействовать Он почему-то по этому эпизоду оправдан Покупатель приговорен, собственно, где вторая сторона? Да-да-да, то есть когда... То есть тут, если бы, скажем, Ефаркин пришел в администрацию в то время Ему бы сказали, там, иди отсюда, там, земля в парке не продается И ее продать невозможно Он, наверное, бы ушел и, может быть, сейчас и не сидел И, по крайней мере, этого бы ничего не было Мы все прекрасно понимаем, что без чиновников Эта история не могла бы быть Поэтому то, что здесь прокуратура обжаловала в том числе эти эпизоды Я считаю, это абсолютно правильно И мое ощущение, что по итогам этого всего, ну, Быков, наверное, получит больше, чем он получил Ну, вот, мое мнение Ну, не знаю, если точка зрения, почему бы параллельно дальнейшее расследование не проводить с тем, что Быков будет продолжать дальше отбывать наказание То есть он сидит, следует, или работает Ну, для него-то это, знаете, как ужас без конца Для него, в моем понимании, лучше ужасный конец для него, да То есть он сел и бы и сидел Конечно, для него это плюс У него, по крайней мере, идет время, там, идет срок какой-то То есть он у него там ближе, как говорится, к выходу А здесь, как бы, ну, человек будет там полгода или сколько это будет идти Там, может, больше Сидеть и ждать, когда снова надо будет собирать вещи и ехать Поэтому, ну, я считаю, что для него, как бы, ничего радостного нет А для горожан, я думаю, что переживать и унывать То, что, там, вот, он вышел, ну, я думаю, что это очень рано Ну, в общем, тоже надо дожидаться конкретных результатов работы правоохранительных органов Раз уж дополнительные расследования, то будут результаты, разумеется Давайте к делам городским перейдем Активно вы высказываетесь на этот счет регулярно на протяжении этих последних лет К теме уборки города хотелось бы перейти Тема острая и зимой, и летом Наверное, подавляющее большинство жалоб связано именно с содержанием улиц, тротуаров, парков и так далее И я знаю, что у вас есть предложение, и оно не вчера созрело, оно давно, да, уже не имеет места быть О том, чтобы изменить вот эту контрактную систему по поиску подрядчика Который будет заниматься содержанием городских улиц В чем суть заключается? На сегодняшний день вся уборка города дается одним лотом гордормустроя Основной подрядчик? Да, основной подрядчик, который в дальнейшем добирается у подрядчиков Но учитывая то, что, допустим, гордормустроя, добирая подрядчиков, которые там на упрощенной системе налогообложения Он в том числе является плательщиком НДС Вот, к примеру, 100 рублей идет на дороге Вот 20 рублей это НДС То есть это уже уходит в федеральный бюджет Уходит из города в федеральный бюджет и уходит с дорог То есть 80% остается Да, 80% Дальше те подрядчики, которые они тоже как бы являются То есть КДМС берет еще свои, так скажем, генподрядные То есть как бы удерживает Поэтому мы-то как раз говорили о том, чтобы город, как это было, по-моему, в 2017 году, в последний раз Чтобы город раздробить на некие лоты И чтобы напрямую, чтобы каждый рубль доходил до дороги Чтобы, допустим, в том числе учитывать малый бизнес Чтобы он у нас тоже как-то развивался Чтобы он мог обновляться, покупать технику Создавать рабочие места И мы говорим о том, что давайте поделим весь город на какие-то лоты Вот если КДМС сам фактически прибирает 30% города То вот КДМС должен брать А остальные субподрядчики А остальные субподрядчики Вот КДМС ровно должен брать 30% А сейчас, получается, они взяли все и вот ищут И, соответственно, деньги, они не доходят до дороги То есть не доходят в том объеме, в котором они могли доходить до подрядчиков Соответственно, подрядчики не могут там обновляться Соответственно, они вынуждены на чем-то В том числе экономить на качество уборки и так далее и тому подобное Поэтому мы-то говорим, чтобы поделить на небольшие лоты И учитывать все интересы у нас Там, к примеру, какого-то малого бизнеса Какие-то, допустим, тротуары отдать там одному Парки другому Там может быть остановки Там мытье остановок Которые в том числе входят в контракт третьему Еще что-то там Допустим, подстрижка газонов Там четвертым Это как раз все, что это может делать Самый что ни на есть малый бизнес Который у нас, в принципе, ну, в Кире Ее мнение вообще никак не учитывается И у нас только слова о развитии какого-то малого и среднего бизнеса На самом деле ничего нет А сами там, да, Денис, простите А сами там, сами условия вот этих контрактов Проведения, заключения Они позволяют малым фирмам участвовать? Может, там тоже есть требования по количеству техники, рабочие силы и так далее? Мы про это и говорим, чтобы поделить те лоты, которые каждый для себя Допустим, небольшая организация или какой-то индивидуальный предприниматель Может взять то, что он, как говорится, сможет унести Да, то есть он Можно в том числе их привлекать на какие-то мероприятия, которые будут участвовать в жизни города Сейчас то, что мы видим, все ГДМС забрал И то, что, как бы, ну, там, скажем, менее интересно, кому-то отдал Но отдал уже совершенно за другие деньги Даже по причине той, что себе забрали, налоги заплатили и так далее И до дороги, до конкретного благоустройства города сумма доходит, там, из 100 рублей Максимум там 60-65 Две трети, да Две трети Треть, она теряется на числении всего Конечно, поэтому, если бы вот эту треть в том числе получали Получала, так скажем, дорога То, естественно, у нас была бы более качественная уборка Ну и подрядчики тоже бы как-то развивались Ну, так финансовый вопрос, раз уж он основной Те игроки этого рынка, да, которые есть сейчас Они вряд ли откажутся от такой системы, раз это их заработок прямой И рентабельность у них зачастую доходит до максимальных каких-то цифр Ну, ГДМС, конечно, сама вряд ли откажется Это для них реально источник заработка Вот на сегодняшний день, то, что они хотят сделать на следующий сезон То есть это, там, допустим, увеличить еще вывозку снега Да, вывозка снега в городе, на мой взгляд, это вообще настолько непрозрачная история Во-первых, у нас нет ни одной такой полноценной сертифицированной какой-то там свалки Ну, мы не считаем БХЗ То есть везде, во всех городах это снегоплавильные какие-то комплексы, да Куда все это очищается и так далее У нас снег валится либо на филейке там у нового моста, да Потом пол леса засыхает Я знаю, ужасно выглядят, конечно, эти места Да, либо на сторону БХЗ туда вот Туда у нас возится Как он учитывается? То есть у нас, получается, ГДМС сам вывозит снег Сам отчитывается Сам отчитывается Его свалка, его учетчики там и так далее Прозрачные все это истории Сколько его фактически вывезено И когда называют там, СМИ называют, что там, ну, по данным там ГДМСа вывезено Столько-то тысяч кубометров Столько-то тысяч кубометров за сутки Ну, это нереально Просто зачастую это какие-то фантазии Понятно, что это возможно, опять же, говорю, что это может быть какие-то приписки А за все эти приписки бюджет платят Платят все жители города Поэтому мы говорим о том, чтобы сделать это все прозрачно Чтобы снег вывозился в сертифицированные места Должен быть уже давно достаточно об этом говорится Снегоплавильный какой-то комплекс Или какая-то сертифицированная какой-то свалка Ну, не так это должно А для чего увеличивать-то вообще нормы вывоза снега? Ну, там и так рентабильность больше 100% У нас примерно одинаковые по осадкам зимы Ну, были же истории в том году, когда они с поля возили снег для того, чтобы освоить эти деньги Поэтому таких историй на самом деле тьма И каждую зиму они говорят, что у них необычно снежная зима Вы хоть раз слышали от администрации, что в этом году снега немного Поэтому у нас появилась какая-то экономия на вывозку снега Хоть раз кто-нибудь слышал это Или там у нас настолько стала качественная уборка, что прямо мы там все в восторге Нет, у них каждый год какая-то необычная снежная зима Хотя вот в том году мы прекрасно понимаем, что снега была зима Была по сравнению с предыдущей зимой достаточно такой мягкой в отношении объемов снега Что нужно-то для того, чтобы эту систему переформатировать? Я думаю, что сегодня там будет совещание там в администрации Но я думаю, что оно абсолютно ничего не даст Потому что мы предлагали о том, чтобы эти вопросы по обсуждению контракта Вынести на профильные комиссии городской думы Но администрации, естественно, эту историю не поддерживают Потому что они прекрасно понимают, что на думе это будет просто остановлено Поэтому они сделали некие такие посиделки, которые, скажем так, ни к чему не обязывают И быстрее все этот договор заключен Я очень надеюсь, что после сентября будут новые главы администрации Когда наконец-то их как бы... А вы считаете, что будут новые главы администрации? Я на это очень надеюсь, потому что еще год город не выдержит такого главы администрации, на мой взгляд Поэтому я очень надеюсь, и, конечно, тогда, может быть, ад контракт каким-то образом пересмотрен В пользу, так скажем, здравого смысла, в пользу кировчан И, так скажем, в том числе учитывая интересы малого и среднего бизнеса Который, я считаю, в каждом регионе необходимо развивать, чтобы он был Потому что, ну, это основа экономики Кстати, очень часто, когда мы говорим о вопросах уборки, поддержания городской чистоты Вот мы регулярно опросы проводим для программы «Народное мнение», например И люди говорят, что они не видят работников ручного труда Нет вот дворников, да, которые вот эти закуточки, закоулочки подметали, убирали там мусор С этим можно что-то сделать? Увеличить действительно объем ручных работ? Я думаю, что как раз вот малый и средний бизнес, когда этим займется каждую улицу И когда их просто администрация... Когда вот эти небольшие подрядные организации... Конечно, должна их контролировать, тогда они уже будут за этот вот объемчик свой Там большой, он маленький, там какой-то средненький Он, когда они вот возьмут столько, сколько они реально смогут прибирать, да Тогда они будут за него, наверное, держаться и дорожить им Вот, поэтому и при контроле, при должном контроле администрации За этими подрядчиками, я думаю, что они как раз вот в том числе можно им высказывать вот это А на сегодняшний день кто будет высказывать? ГДМС — муниципальное предприятие То есть их... они сами выигрывают и сами себя контролируют, то есть администрация... Идеальная формула просто Вообще, то есть как бы... поэтому понятно, что никакой мотивации, никаких каких-то там наказаний, штрафов Ну вот я лично не видел и не слышал, чтобы там сняли, допустим, там директора за плохую уборку в городе Или еще за что-то То есть поэтому пока вот это будет, конечно, пока будут сами себя контролировать и сами же делать, ну мы ничего не увидим Ну давайте далее, да, к еще другим направлениям работы нашей городской администрации И к оценке этой работы депутатским корпусом и вашей, в том числе, личной оценкой Я имею в виду так называемую умную остановку на пересечении улиц Ленина и Герца На остановку Трифонов монастырь, если не ошибаюсь, называется официально Еще в апреле этого года вы вместе с депутатами обсуждали там вот как раз появление этой умной остановки И тогда был высказан ряд опасений и была высказана мысль о том, что они провели контроль на счетной палате Все эти планы И вот накануне буквально появилась информация о том, что КСП действительно проверила И там целый перечень претензий к этому проекту И в том числе, черным по белому написано, что есть риск, есть вероятность неэффективного использования бюджетных средств Это такая маленькая победа, как это воспринимается? Просто, насколько я помню, контракт уже заключен на строительство этой остановки Нет, вы знаете, сама по себе история, когда депутаты назвать, что выявили неэффективное расходование бюджетных средств победой Но она какая-то, наверное, в нашем городе становится какой-то нормой Я напомню, там почти 4 миллиона рублей речь идет Да, там 3 миллиона 700, то есть это действительно выносилось Слушай, ну полноценный дом можно построить Можно не только дом построить, можно построить кучу остановок Потому что они пришли с этим проектом на комиссию как раз, где я являюсь председателем И пытались нам объяснить, что вот эта остановка нужна На самом деле это просто застекленный такой как бы ларек Без кондиционирования, без какого-то отопления, без всего Ничего там умного, кроме как они предполагали зарядки телефонов Сначала вроде предполагалось и кондиционирование, и отопление в зимний период А потом убрали, потому что дорого сказали Нет, это ничего, потому что на этом как бы не украсть Потому что в Казани подобные остановки, но только с кондиционером и реально качественные остановки Они стоили как раз на апрель месяц, когда была эта комиссия, они стоили полтора миллиона То есть Кира у нас она стоила 3 700 Когда на вопрос, значит, на вопрос, а сколько стоит вообще обычная остановка Там, ну цифра называлась там 300, да Обычно это крыша, стены, которые защищают от осадков, от ветра Она даже вот 300, на мой взгляд, это понятно, что дорого Там с какими-то, может быть, там опять же непонятными бонусами Но даже если взять 300, это 12 остановок На сегодняшний день у нас те даже остановки, на мой взгляд, ну даже есть симпатичные остановки Вот, например, там на Октябрьском проспекте у завода Маяк То есть стеклянная остановка, ну посмотрите в каком состоянии она находится Октябрьской молодой гвардии, да? Да, в каком состоянии она находится, да? То есть и таких остановок полно Даже нет толку содержать то, что уже как бы построено и при этом строить остановку за 3 700 Это вот, знаете, какой-то, ну такой вот, я даже не понимаю Либо это такая вот Первое время чумы, если уж так Либо такая вот жесткая коррупция, да? Можно высказаться так, наверное Либо это просто такая сверхглупость Ну на совсем глупых они как бы прямо так как бы не похожи, да? Поэтому, но остается вот только то, что это коррупция, да? И причем, когда было принято коллегиальное решение всеми депутатами о том, что попросить КСП проверить эту проектно-смертную документацию Ну вот мы видим результат То есть опять же наши какие-то подозрения в чем-то, да? В каких-то схематозах там администрации Они вот подтверждаются То есть это не только наше мнение, это мнение КСП Сказали, нет еще контракта-то с подрядчиком, по-моему, писали о том, что уже заключен Нет, я думаю, что даже если есть Я сейчас не готов сказать У него сегодня она должна была появиться Сейчас, наверное, она как бы все-таки не появится Потому что это сверхглупость И причем, зачем она именно в этом месте Зачем, то есть, ну там реально Ну как бы Не такой поток там Не будет никто ожидать в этой остановке Эта остановка транзитная Там не какая-то конечная То есть там люди вышли, зашли Там достаточно большой поток транспорта Там не так долго люди находятся на остановке Потому что там, ну, большое количество транспорта Я помню, чиновники объясняли Такую высокую цену в том числе тем, что там Очень большую площадь прилегающую надо благоустраивать Что-то вот вроде этих слов звучало Ну, вы знаете, они объясняют все, что угодно И любую вот свою какую-то такую историю Они, ну, дойдут чем объяснять Ну, вот видите, заключение КСП В том числе и площадь-то там оказалась завышенная Насколько КСП написало И поэтому Я думаю, что тут, знаете Ну, вот Любую историю они попробуют объяснить Вот, причем самое смешное Когда им говорят, что Вы в курсе, что в Казани остановка стоит Подобная полтора миллиона Даже лучше с кондиционером Да, в курсе А почему здесь? Ну, а потому что вот Там надо что-то в брусчатке больше положить Ну, сколько может стоить брусчатка И сколько там надо положить То есть, ну, вот поэтому Вот, честно говоря Пока, вот, наверное, это администрация Ну, мы, наверное, так и будем воевать А, кстати, почему бы не бюджетные деньги На это постараться пустить А найти у бизнеса Вот это сотрудничество с бизнесом, да По строительству остановочных павильонов Оно продолжается у нас в городе? Нет, это неоднократно Я предлагал, коллеги мои предлагали о том Чтобы вот было принято этим созывом Городской думы часть решений Когда мы говорим снять баннеры там С фасадов домов Наверное, может, где-то я тут согласен с этим Потому что, ну, невозможно все обтягивать Все эти наши, в том числе Печальные фасады баннерами Но бизнесу надо было дать что-то взамен И самая правильная история Сделать это остановки Чтобы они их строили В каком-то, так скажем В долгосрочном Ну, с какими-то понятными временными рамками Чтобы это не было как с НТО Да, то есть там построили Через два года там Ой, нам архитектура не нравится Новые правила и так далее Утвердить остановки Чтобы это было долго Чтобы остановки были Так скажем Ну, там размещалась реклама Подсвечивались эти остановки Соответственно, бизнес сам будет Следить за их состоянием Сдирать эти там бесконечные объявления Чистить эти остановки и так далее Это абсолютно правильная история Когда вовлекать в бизнес И даже если там Это будет там, скажем Ну, это минимум экономия бюджетных средств На эти же содержания остановки Так это уже, ну, так скажем Доход Доход бюджету То есть это сэкономленные деньги То есть которые можно направить Не знаю там на У нас предписание по школам Там на 400 миллионов Только по предписаниям Поэтому можно направить туда На какие-то там окна сигнализации Там и прочее, прочее То есть привлечь бизнес Отдать им целое направление Я боюсь, что бизнес Если бы и согласился Он все равно бы не пошел на периферию То есть в первую очередь Для него бы лакомым пространством Был центр города Где большой поток пассажиров Автобусов Маршруты Ну, тут уже составлять Где-нибудь в Коминтерне Не знаю В Коминтерне достаточно Большой пассажиропоток Поэтому я думаю, что Как-то именно делать там Сверхинтересные остановки В один лот включать Опять же его поделить На несколько лотов сверхинтересные И, допустим, там Менее интересные остановки Как в нагрузку То есть это было бы Вполне, мне кажется Жабочая история Для бизнеса И тем более для администрации А встреч каких-то Не проводилось конкретно? Вы знаете С представителями бизнеса Постоянно спрашивать о том Что просто надо пообщаться С начальником департамента По экономике и предпринимательству Которое у нас сейчас есть в доме В городе Сама И понять, что Ну, там никаких встреч-то быть не может Там, понимаете Любые вот эти Егошние выступления Его понятия развития бизнеса Ну, это на уровне первого класса Там Отталкивают представителей бизнеса Я думаю, что да И поэтому там Ну, поверьте На сегодняшний день Я почему-то думаю, что Ну, вот возьмите там строителей Да, вот они Свои права доказывают в судах Да То есть бизнес так же ходит Ходит То есть что-то решает Ну, в конечном итоге Что они нарешали То есть в конечном итоге Ну, нет никакого взаимодействия Между бизнесом И городской администрацией К сожалению, увы К сожалению Небольшая реклама у нас сейчас будет Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы Это его особое мнение Продолжим через минуту Особое мнение На 101FM Денис Ерохин Председатель постоянной комиссии Городской думы По транспорту Жилищно-коммунальному комплексу Экологии и безопасности Жизнедеятельности У нас в студии Собственно, вот эти вопросы Мы и обсуждаем с Денисом Еще одна остановка Общественного транспорта Вернее, проект этой остановки Привлек тут в последнее время Внимание общественности Я имею ввиду конкурс Проведенный Городской администрацией Победила в этом конкурсе Студентка из Москвы Российского университета Дружбы народов Были везде растиражи В средствах массовой информации Фотографии этой остановки Я лично При всем уважении Ну не увидел я ничего там Такого сверхъестественного Как там описывал автор проекта Использованы мотивы Сочетания там Ремесленного, промышленного начала Какие-то дымковские мотивы Вятка и так далее Но не знаю И вообще я сомневаюсь Нужно ли вообще это делать Как у нас сказал Драчков Артем Драчков в эфире Представитель администрации Ну вот если реализовывать этот проект Ну вот 300 тысяч Блин, ну на мой взгляд И 300 тысяч как-то многовато Но это чисто мое мнение Ну мое примерно такое же Потому что я считаю Нам на сегодняшний день Просто привести У нас есть остановки Где нет вообще остановочных Павильонов То есть есть площадка Где автобус останавливается А места где укрыться Присесть его нет Да Где люди просто не могут Там укрыться от дождя Там еще что-то Есть остановки Которые Вот допустим В заречной части Где там Крыши сделаны поликарбонатом После каждого ветра Их как бы сдувают И они просто приходят в негодность У нас каждое лето По-моему появляются новости о том Что где-то у остановки Оторвало стену Сдуло крышу Ураган налетел Поэтому я считаю Чтобы вообще вот Делать какие-то проекты Реализовывать и так далее Надо просто Сначала закрыть Все Вот такие Песта Чтобы они были Да А дальше действительно Смотреть там В центре города Ну это В любом случае Делать не за Средства бюджета А за Счет бизнеса Да Допустим Если где-то есть там Рядом торговый центр Что как-то заинтересовать их Чтобы они Вкладывались в эту установку Делали ее Как-то Согласовывались с администрацией Пускай она будет Ну вот как-то так выглядеть Да Там по какому-то там Проекту То есть Пускай они будут разные Да Но это точно Надо делать Не за счет бюджета Потому что У нас Бюджет наполняют Все жители города Независимости Но почему-то Одни люди Должны стоять Просто под дождем На площадочке Вдоль дороги А в центре города Там мы Давайте будем Остановки делать За 3 700 Да То есть Ну этого точно Не должно быть Сначала надо сделать Все везде А потом уже Смотреть Если где-то Интересно Бизнесу Может быть Сменится Администрации Все-таки Заинтересуют В том числе Придет Придет Какой-то рекламный бизнес Они захотят Какие-то остановки Взять Сделать То конечно Пожалуйста А так Чтобы Там вот Побежать Сейчас и делать Там у цирка Остановку Да Когда Нет Там Достаточно Большое количество Сейчас не готов Цифру Сколько сказать Сколько И вообще Отсутствует Павильонов Я думаю Что это неправильно Я думаю Съездить Где-нибудь На окраину Кирова И можно Легко Увидеть В каком состоянии Наход Да И в состоянии И само Отсутствие Допустим Там Особенно На окраинах Где там И пожилые Где-то у нас Там И Есть там Самые сады И люди В самом возрасте Вынуждены Стоять Просто Само на ногах Ждать автобус Поэтому Ну конечно Сначала Вот это Вот эти вопросы Еще одно Резонансное Событие Этой недели Хотелось бы Обсудить Это работа Дорожников У нас Лето Активный сезон Для строительства И ремонта Дорог И Все мы Прекрасно знаем Многие автомобилисты В курсе того Что настоящий Транспортный коллапс Разразился В начале Этой недели В Макарье На пересечении Слободского тракта И Павла Корчагина С девятнадцатого года Там пытаются Организовать Полноценную Такую Кольцевую развязку И вот работы Начались только сейчас Начали снимать Верхний слой Асфальтового покрытия Убрали одну полосу Естественно При таком Большом количестве Транспорта Там возникла Огромнейшая пробка Люди в соцсетях Жаловались о том Что Десять километров Два часа по моему Ехали И сообщение Буквально Через два дня О том что На Победиловском тракте Тоже стартовал ремонт Люди не были Заранее предупреждены И в итоге Многие опоздали На самолеты В Петербург И Москву Вот о чем это говорит Как вообще Может такое быть В активный период Летний Когда люди передвигаются И когда уже Придет уже осознание У подрядчика Что он просто Услугу выполняет Ему заплатили за это Он услугу эту должен сделать Максимально комфортно Для того Для людей Сделали все Ушли Не надо Доводить до того Чтобы там действительно Все колом вставало Вот такие Какие-то соображения Ну это говорит о том Что Вот к сожалению Нашей городской администрации Видимо На комфортность людей Да То есть Ну как-то Наверное все равно Я считаю Я считаю что Ну конечно То есть Люди должны Такие Понятно что Все мы готовы потерпеть На какое-то улучшение Там где там Строится дорога Но Не в таких масштабах Как это допустим Терпят сейчас в Коминтерне Когда там Из Слободского С Коминтерна Люди едут Стоят там Многокилометровую пробку Ну мы не в мегаполисе живем И стоять там В пробке по 10 километров И проезжать По 2 часа Ну как бы Ну это Ну минимум Как-то Деологично Неправильно А всего лишь Надо было Просто правильно Организовать И достаточно комфортно Подумать Сама Люди Делать это тогда Когда Так скажем Минимальное количество машин Там в ночное время Или там Днем Когда там Минимальное количество машин Ну точно Не в часы пик Необходимо Конечно там Останавливать все И как бы И чтобы была Поксимально Пропускаемая способность Ну тем не менее Это никому Видимо не интересно И видимо Ну подрядчиков Наверное Это Только эти пробки Веселят Я так понимаю Когда там Самолюди Опаздывают на самолет Или стоят по 10 километров Едут 2 часа Поэтому это Просто на мой взгляд Неуважение К людям В том числе У руководителей Этих организаций Которые Организовывают И выигрывают Этот Так скажем Производят эти Работы В первую очередь К ним должна быть претензия Почему Они не учитывают Мнение Самолюдей Александр Соколов Тут тоже успел Упрекнуть дорожников Да В нерасторопности Просто стоят И не работают Не знаю Возымеет ли это Какие-то последствия Подстегнет ли Подрядчик Оперативнее выполнять Свою работу Если губернатор Будет ходить Подпинывать На каждом участке Дорожников Да То наверное Ему там Время там Тихватит Суд Поэтому Я считаю Что это должно быть Просто по умолчанию И по какому-то Здравому смыслу И в первую очередь У руководителей Данных организаций ГДМС Ветавтодора Вот там В частности Ветавтодор Подрядчик То есть Они должны об этом думать Как сделать так Чтобы было минимальное Количество жалоб У людей И Поксимально быстро Это сделать Ну Видимо Не знаю То есть они Это наверное Интересно Вот Вопрос такой Рождается уже давно Через три дня Будет два месяца Как у нас работает Временно исполняющий Обязанность Александр Соколов И за эти два месяца Сколько он уже Раз претензий Высказывал В адрес Городской администрации Я удивляюсь Почему он еще не выгнал Главу администрации Которая вдруг По поручению Губернатора Идет Например В Александровский Парк Смотреть его А до этого До приезда Соколова Он там Не был ни разу Или он был не в курсе Что там Все Заросло Что там Практически нет Асфальта Которые там Выбоенными Да Что там Лучше не ходить Там в темное время Там когда Дочинаются сумерки Потому что просто Там можно Споткнуться Упасть там И так далее Хотя это Исторический парк В центре города И И Должен Приехать Человек Не местный И показать Что у вас тут Плохо То есть Это Просто Должно Делаться По умолчанию А если Даже на это Нет каких-то Средств Они Должны От него Узнавать И они Должны Просить У него Что Вы знаете У нас там Не хватает денег На парке Мы хотим Там то Это Там Пято Десято Но никакой Инициативы От чиновников Ну я Например Не вижу И ни разу Не слышал Что давайте Там сделаем Там не знаю Там Выделим деньги И придем в порядок Там Самоалександровский Сад Да То есть Это Парк с такой Историей Который В принципе Ну Просто Даже Необсуждаемо Должен быть В том состоянии Такое излюбленное Место Горожан Вместо этого Заросли С разбитыми Дорогами Денис В любом парке Можно найти Вот эти вещи О которых И говорит Заросли И разбитые Дорожки Поэтому Вы возьмите Парки Любых городов Посквы Там Ну Посквы Конечно Сравнивать Их бюджет Несопоставимы Но у них И парки Несопоставимы По площади Поэтому Вот Привести В нормальное Состояние Ну Это То есть Это Просто Задача Администрации Которая Ну Видимо Неинтересна Видимо Там Ну Как бы Не знаю Все равно Или еще что-то Но они все понимают Что они Как бы Временно Что В конечном итоге У нас К сожалению Все Все Последние Главы Администрации Заканчивают Какими-то Там Уголовными Делами Я Очень Надеюсь Что Эта Администрация Не будет Исключением Да Что это Тоже Закончится У них Уголовными Делами Потому что Вопросов На самом деле К их Деятельности В разы Больше Чем Деятельности Сама Ушульгина Например Еще одну Любопытную На мой взгляд Систему Хотелось бы Обсудить Уже В оставшиеся Три минуты Нашей беседы Это уже Мы плавно Перейдем Затронем Тему Немножко Общественного Транспорта Группа Активных Кировчан Обратилась К главе Региона И к главе Города С прошением С просьбой Пустить маршрут Общественного Транспорта По улице Горького Тема меня Очень заинтересовало Потому что Я живу В доме На улице Горького И вот На протяжении Уже многих лет Я думаю И так Хожу Гуляю И думаю А ведь Действительно Улица Горького Она Ну ее нельзя Назвать Уж такой Второстепенной Она в центре Города Она широкая Ее отремонтировали Общественный Транспорт Там не ходит Хотя Есть рядышком Такие Знаковые Учреждения И тут и цирки И парки Минникирова И МФЦ Там на пересечении Калинина И Горького Ну и естественно Туда ниже Автовокзал Железнодорожный вокзал И так далее Действительно Почему бы Ну вот люди Жалуются на то Что очень далеко Идти до той же Воровского До магистральной Улицы Для того чтобы Сесть на автобус Или троллейбус Вот вы как Оцениваете эту идею Я считаю Чтобы включить Горького В маршрутную сеть Все равно Как-то В плане Общественного транспорта Он Не сильно развит И некоторые Действительно Вот улицы Они не учтены Такой же пример Есть на улице Пугачева Когда построили Громаднейший комплекс Там вот Олимп А ближайшая остановка Там очень далеко Там либо на Черце Люди ходят Либо на Попова Туда идут Там Ну как бы Это достаточно далеко Тоже были обращения Но вот пока Мы эти обращения Передавали в администрацию Но пока вот Они не знают Где там сделать карманы Где еще что-то То есть в администрации Всегда же есть там Какие-то Отговорки Как это не сделать Поэтому я считаю Что действительно Необходимо Какие-то Пересматривать Периодически Какие-то Какие-то Маршруты А у нас ведь давно Уже ведь эти разговоры Идут Из администрации Эти сигналы Раздаются Что вот Мол мы сейчас Перелопатим Переформатируем Все это Маршрутную сеть Никакой маршрутной сети Не перелопатим И в конечном итоге У нас уже последние годы Проходят все контракты На перевозку Общественного транспорта Они все разыгрываются на год Соответственно Те кто в этом бизнесе Кто занимается Они сейчас уходят С этого бизнеса Закрываются И я не знаю То есть у нас скоро Останется Вот одни Областное И путицепальное Предприятие Частников уже Практически не осталось Хотя Я считаю Что тоже должен Присутствовать Там малый и средний бизнес И Вот как раз Вот учитывать В том числе Может быть делать Какие-то маршруты Которые будут удобны Для жителей Там По Горького По Пугачево Там Ну есть еще такие улицы Где вот Ну я считаю Достаточно Неудобная Транспортная Доступность Во многих крупных Российских городах Уже давно Этот опыт перенимается Люди Руководители местные Прекрасно начинают Осознавать Что нужно делать Ставку на общественный транспорт Что из того же центра города Нужно автомобили убирать И делать общественный транспорт Более комфортным Более безопасным Чтобы человеку Ничего не мешало Отказаться От личной машины Сесть на общественный транспорт И добраться туда Куда нужно А мы как-то вот еще В прошлом веке Как говорится Ну у нас Несмотря на то Что город Достаточно небольшой Но к сожалению Есть такие места В том числе И в центральной части города Где До остановки Дойти Это ну не знаю Там полкилометра Да там километр Поэтому Конечно Это неудобно То есть До сегодняшнего дня Допустим В Москве Например Проще уже давно Передвигаться На общественном транспорте Там Чем платить Там за парковки Думать Где припарковаться Там и так далее И тому подобное А у нас Он Достолько неудобный Мы даже В маленьком Небольшом городе Не можем это организовать Поэтому Ну опять же Все вопросы к администрации Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы На этом завершается Особое мнение Благодарю Всего доброго До свидания Всего доброго Особое мнение На 101FM